С шашлыками, играми на свежем воздухе и душевными разговорами. Таким выдался семейный пикник, организованный уполномоченным по правам ребенка в Нинецком округе Риммы Галушиной. В нем приняли участие воспитанники детского дома. А для того, чтобы пикник получился по-настоящему семейным и уютным, к ребятам присоединились несколько активных норинмарских семей. Несколько часов на природе прошли весело и непринужденно. Пока женский состав отдыхающих проводит время на полевой кухне, отвечая за сытный стол, мужчины взялись за тренировку детей. И если в дартсе их есть чему поучить, то в футболе воспитанникам детского дома в этой компании нет равных. На семейный пикник в этот субботний день пригласили 8 ребят из детского дома. Среди них и Варя Лаптандер. Девушка учится на первом курсе в социально-гуманитарном колледже профессии воспитателя и очень любит отдых на природе. Отлично. Вообще здорово так. Даже не знаю. Как-то так все весело. Все. Очень нравится мне тут. Атмосферу уюта и тепла в этот день для ребят создавали несколько норинмарских семей. На предложение уполномоченного по правам ребенка принять участие в пикнике откликнулась и Елена Субыч вместе со своей маленькой дочерью. Они так интересно наблюдают за общением. То есть мы же с детьми со своими постоянно контактируем, общаемся. И я заметила, что девочки с таким интересом смотрят на меня, на мою дочь. Но я думаю, что это очень важно, потому что в последующем они все равно будут создавать свои семьи. Им нужно откуда-то брать, черпать вот эти вот семейные отношения, близости, когда проводим время на природе, когда в неформальной обстановке. Показать детям пример дружной и благополучной семьи, которая умеет отдыхать и полезно проводить время – это и есть одна из главных целей этого мероприятия, рассказала уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. Поэтому вот на таких мероприятиях, конечно, они получают вот этот необходимый социальный опыт для того, чтобы в будущем они могли создать свои благополучные семьи. Мы здесь не просто развлекаемся и едим шашлыки, мы здесь непосредственно, конечно же, проводим еще и работу, направленную на, допустим, дальнейшую профориентацию. То есть мы разговариваем с детьми, спрашиваем их, чем они интересуются, направляем их, даем какие-то советы определенные, житейские. Поэтому я думаю, что это все останется вместе с ними, и я думаю, что это позволит им в дальнейшем более успешно социализироваться в обществе. Завершился семейный пикник. Песнями у костра под гитарой их исполнил известный в округе бард Илья Чупров. Этот насыщенный на эмоции день стал для ребят примером дружбы, сплоченности и взаимопонимания. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.